Ну что ж, несмотря на то, что у меня рубашка в такую же клеточку, как и кафель на моей кухне, все-таки я вам хочу рассказать про болоньезе. Все знают, что это такое, мне кажется, даже русские больше знают, что такое болоньезе, чем итальянцы, потому что в каждом божьем ресторане есть паста болоньезе. Болоньезе это соус, который делается из... Алиса, фу! Болоньезе это соус, который делается из говядины или баранины, ну кто как в регионах, в зависимости. Кто-то из телятины его делает, но самое главное, что он делается с травами, с томатом и с красным вином. Я же буду сегодня делать белые болоньезы, такого в природе, в итальянской природе не существует, а в российской природе будет существовать. Так вот, я буду делать его из индейки, из мяса индейки, потому что оно круче, чем курица, оно вкуснее, полезнее, и самое главное, когда ты его жаришь, оно светлое. А белые болоньезы, конечно же, я буду делать вот из... мне нужно делать из светлого мяса. Еще вот какой важный элемент. Мои друзья занимаются поставками индейки по сибирскому федеральному округу. Если вы хотите узнать побольше об этом продукте, о том, как его готовить, о его свойствах, и даже где в вашем городе можно купить индейку, обязательно подписывайтесь на страницу в инстаграм, указанную в описании. Но самое главное, что болоньезы я буду делать не с макаронами, не с пастой, да, а буду делать с тыквой. То есть основа у нас будет тыква для болоньезы. Я на рынке нашел, сейчас сезон тыквы. Смотрите, какая... запах как дыню, вот как будто режешь. Она даже, видите, здесь с такими бородавками не очень красивыми. Это подтверждает ее природное происхождение. Они, знаете, как смотришь, вот эти импортные... Алиса, фу! Тыква яркая, с бородавками, это говорит о ее природном происхождении, огородном происхождении. То импортные тыквы все какие-то такие. Какие-то слишком глянцевые. Обязательно ложкой нужно выскрести семена. Тут не очень много семян. В общем, выскребаем все семечки тут с волокнами изнутри. Как любит делать Джейми и Оливер, мол, вы их тоже пожарьте и посыпьте ими салат. Прям в кожуре. Ой, я каждый раз, когда смотрю про тыквы, про семечки вот эти в кожуре, конечно, я в шоке. В легком шоке. Конечно, можно и грецкие орехи не чистить. Так, прям посыпал просто прям в кожуре, и все, ништяк будет. Дуся, ты-то сиди, что здесь, старушечка? Нужно разрезать на какие-то такие адекватные куски. Чтобы было удобно есть, было удобно запекать, чтобы ничего не сгорело. Потому что многие повара и блогеры, я смотрю, вот что делают. Берут, режут как арбузными дольками, да. Получается, что когда тыква стоит на противне, вот эти все края обгорают, а низ и середина не успевают даже приготовиться. То есть середина сырая, края обгоревшие. Я знаю, что это выглядит более красиво, чем как-то по-иному, но я вас уверяю, режьте, чтобы удобно было это есть потом. Сразу же на противне. Можно, кстати, белую. Но раз у нас белая баланеза, давайте на белой пекарской бумаге выпекать. Хотя это не лучший вариант, белая, как правило, прилипает все время. Значит, вот так вот выкладываем крупными кусками. С кожурой, вы заметили, да? Я не хочу чистить, потому что потом довольно удобно это есть и в том числе с кожурой. Тем более, что не устаю повторять. В ресторанах с нас клиенты требуют, три шкуры снимают за какую-то косточку в филе, да, когда заказывают. Но дома же, блин, и все блогеры, все по-домашнему, и миллионы просмотров у тех, кто щук вот так вот стейками крупными нарезал, обжарил слегка, и потом типа ешьте. Е-мое, вы когда-нибудь пробовали щуку стейками резать? Там костей... Там... Костей. Есть это невозможно, но в ресторанах же все прям такие педанты. Мол, что это у меня косточка попалась, а вдруг попадет у меня в горло и я умру. Дома же карпа все запекают. Жрут его, фаршируют. Там костей больше, чем в щуке даже. Что я делаю дальше? Обязательно оливковое масло. прям каждый кусок нужно так желательно обильно полить для того чтобы он румянился без масла румяна не наступает у тыквы но и овощей у овощей любых тоже особенно картошка крахмальные овощи их нужно обязательно смазывать маслом иначе румяная корочка может не наступить ну то есть уже она начнет наступать когда придет возгорание такое бывает картошку жарить жарить что-то корочка не что-то не появляется корочка теперь нужен тимьян без семена как говорится тыкву как тыква как тимьян без тыквы обдираем вот это вот все посыпаем часть горит часть даст свой аромат ничего страшного самое главное вы мне напишите надо ли вам вообще вот эти вот рецепты из тыквы то я готовил однажды у меня на канале есть нам очень вкусный рецепт никто что-то его не смотрит никому он не нужен может быть тыква вообще это не российский овощ какой-то потому что вот вы там пишите давайте сезонные какие-то рецепты ну вот сезон тыквы наступил напишите что происходит на рынке у нас почему тыква не пользуется такой популярностью может быть ее не нужно мешать с мятой или может быть ее вообще есть смысл тушить с индейкой соль все отправляем духовку я ставлю обычно куда-то середину да на максимальную температуру часть здесь у меня 230 градусов но я не устаю повторять если у вас духовка ядреная о чеснок то тогда следите за температурой значит может быть там 210 220 градусов теперь переходим к самому было не за начинаем с лука лук в сковородку сильный огонь сковорода должна хорошенько разогреться обязательно оливковое масло ну так как это такой итальянизированный рецепт то конечно же оливковое масло если бы русифицированный был можно было и льняное туда засунуть но оливковое наверняка у всех есть если нет значит используем подсолнечное солим лук здесь у меня одна крупная луковица которая соответственно желает быть на вашем столе немножко вкусовых хитростей аромат гриля дымка как угодно назовите его но я его называю аромат горелки который дает нам от отменный великолепный вкус отменный вкус нам еще даст лавровый листик следом за лавровым листиком у нас идет мелкий кубик корня сельдерея у меня половинка маленького корня сельдерея там ориентируйтесь сами по количеству потому что овощей и мясо должно быть примерно 50 на 50 и сразу же отправляю желтую морковь почему желтую но потому что она не оранжевая а светлого цвета и поэтому когда она будет готовиться особой желтизны не появится и баллонеза останется приближенным к белому вот эта морковка кстати идет к плову да вы знаете и знаете почему потому что она сухая она не такая водянистая как красная из-за своего из-за своей плотной и сухой текстуры она долгое время остается целой в плове а не исчезает например как каратель или какие-то сорта оранжевой моркови уж они более сочные помогаем жариться нашим овощам мы получаем от них вот тот вкус жарехи реакция майяра и натурация там белков жиров углеводов сахаров чего там у нас по плану было почему в начале нужно жарить овощи потому что если вы пожарите в начале фарш то вода которую выделяет фарш вся испарится у вас вкус уйдет я же всегда фарш добавляю после того как овощи уже полу готовы для того чтобы вот эту воду который выделяет фарш оставить здесь превратить ее в соусе превратить ее в соус также как при приготовлении биф строганов как только мясо дает влагу сразу добавляют лук не дают ей испаряться там вкус зачем этому давать испаряться когда мы можем получить максимальный вкус теперь нужно сюда добавить несколько веточек тимьяна целиком добавляем листочки у тимьяна отвалятся и попадут в блюдо а веточки мы потом выкинем с индейки получается великолепно щепотку итальянских трав небольшую добавляем соль до ароматы пошли ароматы средиземноморской кухни то есть овощи у нас слегка приготовились травки мы кинули они соответственно дали свой аромат значит теперь пора отправлять фарш индейки первое время главное его разделить потому что он пока что слипшийся но как только он начинает попадать под воздействие тепла сразу твердеет и потом его легче уже разделить на более мелкие фракции то есть не нужно чтобы он полностью разошелся да и следите за тем что если как только вы какой-то оставите кусочек неразделенный он тут же у вас превратится в тевтельку потому что все фарши из птицы имеют высокую степень кликну клейкости то есть особо выбивать и для того чтобы сделать например люля кебаб из курицы и и не нужно столько выбивать как например говядина или баранина для того чтобы соус стал таким густым однородным нужно обязательно добавить сюда пару щепоток муки пару щепоток муки и так добавляем можно даже 3 в зависимости от объема я добавлю три с половиной теперь соль черный перец и примерно 150 120 150 миллилитров белого вина чтобы соус который выделила индейка он смешался с вином и в общем мы ждем когда вино отдаст свои кислые пары о пары кстати не 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 горит иногда горит когда очень много вина она прям загорается когда алкоголь начинает выходить все значит муку вино здесь все это перемешиваем добавляем немного воды нет рановато должен исчезнуть яркий вкус вина вот как только он исчез тогда нужно добавить воду отлично крахмальные овощи еще разваряться дадут такую вязкость мука мясной сок белок все вместе это нас как раз превратится в такой великолепный соус к тыкве воду нужно добавить кипяченую в смысле горячую для того чтобы у нас процесс разогрева происходил быстро смотрите наливаем воду так чтобы вот фарш был ну почти покрыт кто-то извращается там может добавить бульон кто-то вообще не парится кубиков нарубил туда водой залил и вообще не надо индийки никакой но это кому пофиг кому не пофиг соответственно я рекомендую все-таки заливать водой потому что у нас здесь огромное количество мяса и овощей зачем нам еще и концентрированным бульоном дальше концентрировать вкус ну можно конечно но это не так важно за пять минут до окончания тушения рекомендую добавить сюда чесночок мелкорубленный обязательно перемешайте и закрыв фольгой продолжаем тушить до мягкости индейки тыкву я запекал примерно минут наверное 40 она такая довольно влажная оказалась я все ждал когда же появятся вот такие вот подпалины да даже немножко пригоревшие смотрите видите она по краям прихватилась то есть она как в коконе высохла пленочки по краям я вот это ждал вот этой пленки которая должна быть сверху а внутри она будет нежная мягкая и такая прям рассыпчатая кашеобразная вот понимаете главное что было вот эта пленка нажимаете прям то что доктор прописал теперь значит так как у меня вот эти вот маленькие кусочки более сухие я их выкладываю в первую очередь на тарелку там куски побольше в общем нужно выложить сюда столько тыквы ну там вот сколько вы запекали я имею ввиду что если вы это делаете на большой стол а это блюдо очень выгодно делать на большой стол потому что неудобно печь маленькую тыкву неудобно чуть-чуть там сделать фарш индейки вы все равно покупаете объем в магазине поэтому вот в огромное блюдо сейчас я делаю такую индивидуальную подачу ну и конечно же тадададам баланьезы баланьезы есть смысл выкинуть оттуда ветки тимьяна вот смотрите видите ни одной ни одного листочка нет на ветке они все там внутри смотрите какой получился фарш нежный растушился овощи стали мягкие соус светлый аромат конечно потрясающий то есть соус действительно получился в таком итальянском стиле прям не стесняйтесь накладывайте его так чтобы тыква у нас только только кончиками торчала из-под соуса соуса должно быть много сырочку бутирануть алиса бегом бегом конечно запрещенки у меня никакой итальянской нету но зато у меня есть вот такой твердый сыр который я привез из нальчика спасибо шефу бисо за такой грамотный подгон вот как раз он знаете в наших краях так сказать в российских лучше всего подходит для подобного рода блюд трем он реально твердый самый настоящий его только что вытащил из упаковки выглядит великолепно запах просто потрясающе пробовать его нужно ложкой никакие там вилки не помогут вот смотрите берете прям видите с кожицы все снимается прекрасно фарш и соус и все вместе это лучше удобнее есть ложкой секунду и сыр классный вердит таков вердикт таков по вкусу очень понятная русская классное блюдо фарш тыква сладкая пряная все с элементами сыра как любят русские все засыпать сыром и запечь вот это примерно такое же блюдо главное соли аккуратней и так кислота которая есть в соусе она подчеркивает сладость тыквы это все вместе великолепие приятного аппетита господа обязательно приготовьте такую штуку в стол в праздничный стол на день рождения это готовится видели все довольно быстро удобно и самое главное это очень вкусно пока